Администрация Новопанского сельского поселения 21 сентября 2019 года объединила и престольный праздник и праздник любимого села. Начали торжества праздничной литургии в храме Рождества Богородицы. Ровно в полдень благочины 2-го Михайловского округа претерии Сергий Зенкин в сослужении клириков храмов 2-го Михайловского благочиния осветили два поклонных креста на въездах в село Новопанское и Стублё. Сегодня и престольный праздник освящения поклонных крестов и сегодня также празднуется день села. Но поскольку у нас основной праздник Господня Рождества Престой Богородицы, то я хочу сказать, что Он заложил этот праздник основу спасения людей. Ибо впоследствии маленькая рожденная девочка, которая была промыслительно Богом дана после того, как и Аким, и Анна, семья постигла полное совершенство смирений. Дана Богом была им в награду. И уже девочка сама явилась оплотом совершенства этого смирения, в которую и потом войдет благодать Божья и воплотится Спаситель мира Иисус Христос. И вот это сегодня праздник, залог будущего спасения, как два поклонных креста, которых мы сегодня осветили. По старому обычаю, что люди выходили с село и входили, всегда кланились. Выходя, просили Божьего благословения у поклонных крестов на свой путь, а входя, благодарили за милосердие Божие во время своего путешествия. И всех мне хочется поздравить сегодня и с престольным двунадесятым праздником. Пожелаю всем доброго здоровья, утешения Божьего, чтобы Господь давал нам радость, возможность к очищению наших душ, совершению добрых дел. И чтобы крест Господень всегда как символ спасения был на нас, с нами, везде и во всем. Спасибо, Господи. Духовенство и жители сел молитвенно попросили процветания и благополучия родному краю, поблагодарили за возможность созидать и делать любимые села Краши. И действительно, за минувший год на территории Новопанского сельского поселения произошло немало положительных изменений. Одно из них – преображение культурно-досуговой части села Новопанское. Сегодня здесь благоустроили территорию, прилегающую к Дому культуры и памятнику. Проложены асфальтированные дорожки. Так вы знаете здесь, что было? Лес. А сейчас смотрите, что ли. Красота. Жили как в лесу. И люди стали привыкать к этому, все вроде нормально. А сейчас уже в окно приятно всем посмотреть, чтобы было красиво уже. Вот ты убери там, ты убери, уберись. Вот что, когда человек пришел новый, по-новому, и жить начинает. Друг за другом все уже смотрите, да, что порядок был. Конечно. Надо проводить главу администрации. Откадывай. Ты самим приятно, чтобы когда все хорошо. Мы помогаем главе нашему, да, во всем. Он у нас молодец. Также благодаря государственной программе Рязанской области развития местного самоуправления и гражданского общества на 2016-2020 годы стало возможным заасфальтировать дорожки к памятнику участникам Великой Отечественной войны и памятнику Герою Советского Союза Сергею Федоровичу Ниловскому. Да вы успели за это время полюбить Новобанца? Я его давно уже полюбил, когда первый раз только приехал. Мне понравилось здесь, и я здесь. А теперь не хочешь уезжать? Я и живу здесь. Да, он зимой и летом. Я в Москве, как в гостях, на день, на два. В основном здесь. Смотрю, любуешь, как в порядок приводят с Тублё и Новобанск. И сам помогай, скажи. Сам помогай. Кося, там кажутся. По силу возможностей помогаю. По силу здоровья, по силу возможностей. Не, ну как же. А если мы не будем помогать? То что же. Это же наш дом. Ну, естественно, наш дом. Кто еще будет помогать? Мы и должны помогать. Не в каждом селе есть место для досуга населения под открытым небом. А в Новобанском есть сценический комплекс со зрительными местами, рассчитанными на 400 и более человек, а также парковые светильники и урны, стали главной достопримечательностью села. И теперь здесь будут проводиться все культурно-массовые мероприятия. Именно здесь и планировался концерт артистов из Рязанской филармонии. Но в связи с погодными условиями выступление филармонического квартета русских инструментов парафраз перенесли на сцену местного ДК. Кстати, тоже обновленного и очень комфортного. В зале не было свободных мест. Что такое парафраз? Вот многие спрашивают. Две парафраз, наверное, пара, две фразы. Нет. Это одно слово. Музыкальный термин, который означает переделывание, переиначивание, вариации на что-то. И вот, когда вы сегодня послушаетесь нашу программу, вы увидите, что произведения, которые мы будем играть, они написаны для других составов. Для симфонического оркеста, для фортепиана. А мы это парафразируем, перефразируем, переделываем. Вот что такое парафраз. Коллектив наш объездил очень много стран. На всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды, побывал. А мы были в Южной Америке, Бразилии, Аргентина, Соединенные Штаты Америки. Ну, вся Европа, Нарпольша, Еврославия, Италия, Англия, Франция, Мальта, Канарские острова, Испания, Португалия. И были на юбилее у Киммерсена в Северной Корее. Когда ему было 80 лет, он еще был жив. Так что была такая делегация у нас артистическая от России. Мы поехали, с удовольствием там поиграли. Очень интересная страна была. В Китае. И вот не так давно, несколько лет назад были в Кувейте. На 9 мая мы были пришли в наше посольство, где играли для послов, для различных представителей бизнеса. Ну, и 9 мая был, конечно, священный для нас праздник. Мы там постарались выдать все, что могли. А начнем мы наш концерт с музыки знаменитого советского композитора. На этой музыке выросли многие поколения советских людей. И действительно, она была жизнерадостная. Она звала на какие-то такие большие дела, задорные, бодрые. Это кувертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта». «Дети капитана Гранта» 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 Вели праздничную программу сестры Марина, Ксения и Елизавета. Они же исполнили несколько песен. В Новопанском сельском поселении много неравнодушных людей, которые живут не только личными интересами, но и активно участвуют в жизни родных сел. Им вручили благодарности администрации района и поселения. От всей души поздравил земляков глава администрации района Евгений Хидоров, поблагодарил за помощь в решении вопросов благоустройства и организации праздника глава администрации Новопанского сельского поселения Валерий Дмитриев. «Сегодня еще и очень большой православный праздник – Рождество Пресвятой Благородицы. Это, скажем так, один из также очень больших праздников. Благородица охраняет и укрывает нас и нашу страну своим амофором. Поэтому дай Бог, дай Бог, чтобы она нас хранила, дай Бог, чтобы у нас не было войны, дай Бог, чтобы у всех было хорошее настроение. Но сегодня опять мы показываем свою русскую соборность, потому что и дореволюционные времена, царские времена, и советские времена взять. Всегда наш советский русский народ славился своей соборностью. И в беде мы объединялись в один кулак, и в праздниках мы собирались вместе и желали друг другу всего самого хорошего. Здесь присутствует старшее поколение. Я хочу сказать свои особые слова этим людям. И в советские времена тяжелые, не щадя живота своего, они работали каждый на своих участках. И в сельском хозяйстве, животноводство, растеневодство и так далее. И на заводах не оставляли у печей и у станков. И 90-е годы лихолетия, когда Советский Союз развалился, они не оставляли свои посты. Можно сказать, без заработной платы тянули нашу страну для того, чтобы она не упала в болото. Спасибо вам, дорогие наши, что на сегодняшний день мы имеем возможность идти дальше. Страна поднимается с колен. Те, кто желает работать, тот работает. Те, кто желает достигать определенных результатов, вы также подарили нам это. Жить, любить, рожать детей, учиться и быть счастливыми. Поэтому всех с праздником, безоблачного неба над головой. И самое главное, здоровья вам всем, дорогие мои. За активное участие в жизни новопанского сельского поселения благодарственным письмом депутата Рязанской областной думы награждается Соколова Юлия Викторовна, Бачинина Раиса Михайловна, Федотов Александр Викторович Чуриков Александр Иванович Устройство территории благодарностью администрации Михайловского района награждается Сазонов Дмитрий Анатольевич Дударев Геннадий Николаевич Белетюк Василий Юрьевич Большакова Татьяна Васильевна Челюшкин Михаил Сергеевич Судушкина Галина Николаевна Васильев Алексей Владимирович Дорогие сельчане, дорогие гости, дорогие друзья, уважаемый Юрий Владимирович Мне очень приятно на самом деле то, что мы все вместе, что у нас так всех много, так вас много всех собралось на этот праздник, наш общий праздник Сегодня наш престольный праздник села Мы осветили сегодня два креста поклонных Спасибо тоже за участие, кто помогал устанавливать И также за благоустройство всех хочу поблагодарить И не за равнодушность То, что мы, вот за этот год, то, что я отработал здесь, да На самом деле, кому бы я ни обратился Вот я честно говорю, ну, это крайне было редкое исключение Когда люди говорили, нет, отойдите Все пытались, кто-то с горблями, кто-то с лопатой Кто-то кого-то из ростов попросил что-то где-то косить Да, мне очень приятно то, что вы с большим пониманием Относитесь также с благоустройством То, что мы идем с вами, да И это не то, что кого-то мы хотим наказать Это в цели, чтобы наше лучшее стало поселение И мы смогли участвовать в конкурсе в областном и в районном Чтобы мы могли сказать, что через год Два панское сельское поселение Это самое лучшее поселение Михаилского района Я думаю, что через год мы к этому придем И мы спокойно сможем приглашать друзей, знакомых Дорогие друзья, на самом деле, вот самая ценность Это то, что мы все вместе То, что вы рядом и не ваше равнодушие Вам всем низкий поклон То, что мы все рядом, мне очень приятно на самом деле Спасибо вам большое За активное участие в жизни новопанского сельского поселения Благодарственным письмом награждается Лобанова Нина Ивановна Зайцева Татьяна Валентиновна Все прекрасно знают, Нина Ивановна Это была директор Дового культуры у нас И очень прекрасно играет на баяне Нина Ивановна Она на самом деле вот стублев Ну честно говоря, ребят Все вы знаете Нина Ивановну Просто я говорю, кто ее не знает Нина Ивановна Вы легенда села Я говорю, как Лидия Александровна легенда села Так и вот я вам низкий поклон Спасибо вам большое Отдельные им аплодисменты Спасибо, друзья Спасибо Спасибо всем Спасибо, что у вас есть Курков Александр Сергеевич Малышева Наталья Анатольевна Корнеев Николай Николаевич Спасибо 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 Ты большое Спасибо 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 Аплодисменты 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 Родная моя русская земля. Там за зорами, за туманами, В тишине, лесов и полей. Сокровенное, не сказанное, Бьется сердце земли моей. Если что и есть в мире вечном, Не под глаз на небе в уме, Не спроси меня, не отвечу я, Это сердце земли моей. Букет цветов из Ницы Присылал ты мне и в лакая цернице, Медоши дней. Фиалки шепчут мне, Что в море светло дало, И что-то ладое, И что-то ладое. Букет цветов из Ницы На вею сны, На вею сны, На вею сны страницы Моей весны. И пусть весь мир будет и нет, Не от желанных слов. Но спрятана, спрятана твоя любовь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok